ПЕСНЯ Авнер, мне всегда очень интересно, что стоит на книжной полке музыканта, кроме нот и книг о музыке? Ну, во-первых, книги об искусстве. Об изобразительном? Не только. И об изобразительном, и об архитектуре, репродукции разных художников в разных изданиях. Я это тоже очень люблю, и это очень вдохновляет, и у меня ассоциируется это с музыкой, это дополняет то, что я делаю. А когда вы начали собирать собственную библиотеку? Библиотеку, собственно, еще начал собирать мой дед. Наследственная она, да? Наследственная, да. А вообще читать вы во сколько лет научились? Помните? Да, конечно. Ну, читать я научился рано достаточно, но вот заставить меня читать книжки, вот это была проблема для родителей. Потому что, в общем-то, я, как и нормальный, как и любой другой ребенок нормальный, в общем, я любил бегать, прыгать. И, конечно, сидеть и читать что-то такое, это было для меня немножечко сложновато. Стало это так, когда весь класс, как-то в школе, когда я учился, увлекся чтением книг Александра Дюма. То есть это вдруг... Сколько поколений начали с этого. Начали с этого, совершенно верно. И вот я тоже самое, я тоже начал с этого. Интересный портрет получается. Мальчик, который любил побегать во дворе, мальчик, который читал приключенческую литературу. Но, насколько я знаю, этот мальчик очень-очень рано взял в руки скрипку. А сколько лет? Да, в три года. Вот так. Какой же она была величиной четвертушечка? Совсем маленькая, малюсенькая. Она сейчас где-то есть, у родственников моих хранится этот инструмент. Он совсем маленький был. Даже я как-то, когда увидел недавно, и давно не видел этот инструмент, мне он показался каким-то, как сувенир просто, как выглядит. Оно специально было заказано и, в общем, было создано мастером. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот это уже очень далеко от европейской культуры Это была очень сложная поездка, я вам должен сказать Другая страна – это не только другие партнеры, другая исполнительская школа, но и другая публика Скажите, пожалуйста, вот иногда ведь как бывает? Мы играем не для огромного зала, а для небольшого круга, или мы знаем, что в зале сидит какой-то очень большой музыкант или важная персона. Вот как они реагируют на выступления артистов? Я стараюсь не думать о том, кто сидит в зале, особенно если это большая какая-то великая персона в музыкальном мире, потому что здесь есть два момента, которые очень могут испортить дело. Во-первых, это то, что ты не хотя будешь работать на него. У меня был такой случай, когда я играл на одном частном концерте, в котором присутствовала Леди Диана. Изначально мой приезд в Лондон, цель преследовалась следующая – я должен был встретиться с Минухиным, он должен был слушать меня на этом концерте, но, к сожалению, он в тот раз не пришел. Я с ним встретился пару дней спустя. Авнар, ну потрясающая ситуация. Вы ждете на концерт Иегуди Минухина, приходит принцесса Диана. Да. Иегуди Минухина, приходит принцесса Диана. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok